добрый вечер мои дорогие друзья с вами вновь на канале домовой михалыч и сегодня я хочу вам показать еще один гаджет это мойка окон хоба 288 кому это интересно смотрим дальше вот такая коробка сегодня пришла мне сазона заказал новую мойку окон хоба 288 меня уже были два обзора по мойке окон 188 кажется я уже даже забыл цифры посмотрите вот у меня есть 1 первое видео есть про него и второе видео уже ответ на вопросы а это другой это квадратный как вы видите почему я его решил приобрести показать вам потому что очень много было вопросов в том что тот робот не моет углы окон до что вот он крутится вертится углу все равно грязный я вот решил приобрести квадратные так у меня семья большая мне есть куда отдать один робот и один оставить себе поэтому сейчас мы с вами давайте посмотрим что же это за робот как он выглядит и что он делает ну вот такая коробочка в такой коробке он приходит видите с ручкой хоба 288 и давайте начнем открывать значит здесь он вот мы его с вами открываем значит ну каталог продукции компании хобот кто не знает компания хобот это совмещенное название слов home робот то есть домашние роботы вот один вот такую создали вещи теперь производят продукцию так инструкция по эксплуатации вот такие три желтые моющие салфетки три синие салфетки это для сухого для сухой уборки окна здесь у нас с вами пульт с батарейками сразу же один провод 2 провод но и блок питания а а также сам робот для мойки окон давайте мы его с вами сейчас и откроем значит вот так он выглядит пожалуйста оба 288 сразу хочу сказать что есть более современная модель хобот 298 у него имеется уже бак с наполненной водой который прыскает воду перед ним но честно говоря я выбрал себе этот почему потому что у меня можете посмотреть вот здесь меня будут видео про пола мойки у меня есть пола мойка которую на которую надо брызгать есть пола мойка которая и есть пола мойка на которая также вот имеет у нее бак с водой она брызгает знаете я посмотрел и понял что все таки вот этот гаджет который брызгает перед собой вода это не очень хорошо потому что вода разбрызгивается он все равно ее размазывает это же мы не руками моем не ведро тряпка швабра и пошел мыть нет он самом ползает он размазывает эту воду если пока тряпка сухая вроде нормально как тряпка намокает начинает плохо уже убирать ну и потом второй вопрос что там ультразвуковое впрыскивание воды и поэтому конечно получаю я думаю что через какое-то время не знаю через сколько но он все равно забьется выйдет из строя и надо будет менять значит здесь ничего нет принцип у него точно такой же вот он у него сюда крепятся салфетки я потом покажу прыскается на него очиститель окон и он моет его как он это делает давайте посмотрим для начала давайте посмотрим что же такое количество проводов вот у него есть блок питания как вы видите у него здесь штекер у него здесь штекер значит сюда включается вот сетевой шнур который потом включается в розетку от мы очень сразу же включим с вами с этой стороны вот такой штекер у нас имеется здесь есть удлинитель так как окна бывают разные высокие широкие вот его можно вот так одеть и далее распрямляем этот шнур вот и вот таким образом этот шнур у нас очень длинные посмотрите потом сколько он метров если хотите вам надо могу ответить потом давайте и включается он вот в данный разъем вот мы его включаем и и если видно а я вижу что видно вот загорелась красная лампочка это начал заряжаться внутренний аккумулятор для чего нужен внутренний аккумулятор это тоже самое что и было на той мойке на том хоботе да ты не можешь на этом внутреннем аккумуляторе мыть окна но он нужен для того чтобы в течение 20 минут в случае отключения электроэнергии в доме он не упал с окна и для этого нужен этот аккумулятор поэтому необходимо его всегда перед мойкой окон его надо заряжать до тех пор пока не загорится зеленая лампочка следующее что здесь есть это есть также вот страховочный трос я так думаю метра 34 значит он здесь привязан на конце у него есть карабин видно наверно сейчас будет еще покажу то есть принципе можно прикрепить кругу к любой очень такой жесткой поверхности он таким образом прикрепил и все вот все чтобы робот случае ну отключение электроэнергии когда-то в течение 20 минут не сумел снять его чтобы он не упал вниз сам робот не разбился и не повредил не все что все что находится внизу давайте посмотрим что вот такие у него есть салфетки вот таких синих салфеток 3 идет в комплекте ну их можно докупить кому сколько хочется еще в любых магазинах значит вот робот он переворачивается вверх ногами для того чтобы приклеить эту салфетку да еще раз напоминаю что синяя салфетка это для сухой уборки окна для чего нужна если окно со стороны улицы вы хотите почистить и давно его не счистили она очень грязная да если вы запустите сразу влажную салфетку то скорее всего грязь все равно хорошо не уберется и будут разводы вот для того чтобы стереть всю пыль для этого нужна сухая уборка вот эти синие салфетки в данном роботе это для сухой уборки давайте посмотрим как они устанавливаются вот мы с вами переворачиваем робот вот посмотрите вот у него вот такие гусеницы с помощью которых он передвигается не двигаются ну значит вот салфетка значит она вот специальные вырезы для этих гусениц ее вот здесь вот видите она сразу приклеивается поэтому ее необходимо устанавливать так чтобы она не мешала гусеницам двигаться чтобы она никоим образом их не задевала также здесь есть вот я вам покажу вот такие датчики по краям то есть они определяют край окна край поверхности которую моют и поэтому их тоже заклеивать нельзя но в принципе салфетка сделана сразу таким таким образом что она не закрывает эти датчики поэтому мы вот таким образом его прилепляем стараемся его натянуть вот так натягиваем его и прикрепляем со всех сторон вот смотрите вот держится он очень принципе крепко вот так это выглядит вот такой пульт идет в комплекте здесь в принципе все понятно все ясно значит вот эта кнопка подъем вверх и начало мойки всего окна эта кнопка направляешь влево и он оттуда начинает это вправо оттуда начинает эта кнопка стоп а эта кнопка умножить на 2 это значит дважды пройти окно для более хорошей уборки данные кнопки стрелки это если вы хотите в ручном режиме его куда-то подвести чтобы где-то более качественно помыл я понимаю что эти кнопки нужны когда окно где-то далеко высоко когда вы не можете руками его переставить поэтому это очень удобно давайте посмотрим как он работает так ну что друзья мы все подключили да я сейчас вот кабель хотя он здесь в принципе нам не поможет ладно пока не будем здесь кабель крепить но я вам показал как это делается берем данный робот вот у него единственная кнопка у него больше нет вот пожалуйста кнопку включить выключить все больше кнопок нет нажимаем эту кнопку робот ставим его на окно далее берем пуль и нажимаем в работу вот так то есть он развернулся чтобы гусеницы у него шли вверх и пошел вверх дошел до самого верха ищет вверх где вот смотрите смотрите вот он устанавливается устанавливается ровно горизонтально чтобы был и все и начинает потихоньку спускаться заметьте как он это делает можно нажать ему режим двойной проход давайте мы это сделаем и я сейчас прокручу быстро вам покажу как он вот дорогие друзья он закончил уборку и подает сигнал остановился надо его снимать снимать его очень просто нажимаешь на кнопку выключить и самое главное быстро его взять в руки все вот в каком виде видите довольно чистая салфетка пока поэтому давайте пойдем дальше ну и точно таким образом мы сейчас с вами поменяем салфетку мы берем салфетку для сухой уборки и вот так очень просто и убираем эти салфетки можно мыть под краном можно стирать стиральной машинке все что хотите ну и берем устанавливаем желтую салфетку для влажной уборки вот так вот ставим ее чтобы она главная гусениц гусеницы не задевала никаким образом потому что гусеницам она будет мешать ехать если она их заденет поэтому мы их вот так устанавливаем она видите она как липучка поэтому здесь всегда можно ее установить всегда можно ее потом подровнять вот таким образом вот видите вот принципе теперь она желтенькая далее чтобы начать мойку необходимо данную салфетку намочить любым очистителем для стекол и зеркал и немного надо вот так несколько брызгалок я думаю вот этого достаточно будет чтобы она не была очень мокрая но чтобы она была чуть влажная именно очиститель для стекол ну и давайте поставим помада что еще в этом роботе есть GF отличает его от предыдущей серии роботов-мойщиков Hobart у него есть соединение с телефоном имеет специализированное приложение которое соединяет телефон соединяется с роботом по блюду сейчас я вам покажу значит это ты можешь его запускать ну в принципе тот же самый пульт который у вас в руках вы можете все то же самое делать через приложение ну вот в принципе и все хотел вам показать как он работает как он устроен пусть побудет в эксплуатации какое-то время а потом я вам сниму видео по сравнительному тесту с хобот с новой серией хоботов 288 и со старой серией хоботов 188 подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новое видео удачи счастья и любви пишите на мой канал так Продолжение следует...